всем привет сегодня мы будем кушать запеканку это у нас картофельная запеканка со своими грибами красными белыми ну которые мы ходили собирали сделала по моему первый раз и может я ее делала но это было очень давно что даже не помню когда в общем у меня что там идет картофель на картофель курица отварная я ее просто подергала на волокна потом обжарка лук морковь потом грибы которые я обжарила потом добавила сыр плавленый не плавлено вы знаете в коробочках то продают который намазывается с добавками бекон грибы и вот такой вот и чуть-чуть молочка вот добавил потушила вот в этом и чесночок потом сверху вот так же картофельное пюре закрыла и шапочка майонез и сыр здесь у нас салат айсберг салат айсберг помидоры огурцы маслины и яйцо обжарено в общем все забрали майонезом всем приятного аппетита кто будет с нами кушать всем счастья здоровья и на то ой ребят я не знаю как я буду это все доставалось он не хочет салат ему тот салат я ему просто наложил и салатик и этот и борщ нравится ему меня нету красивой прозрачной формы помните у меня была ваня и сломал разбил это уже было давно покупать все это я не то и звук мою есть будем обложила под какая-то там для тортов накладывать сейчас попробуем так тянет я надеюсь что получится вообще надеюсь очень сильно надеюсь так сыр тянется у нас давай я надеюсь тебе влезет в тарелку чудо наверное много картофеля положила на дно она была меньше но еще бортики типа сделала бортики чтобы до не вываливалась так держи вот такой вот получается дать покажу блюдо уеду жгла испарилась сюда а вот так вот вам видно интересно сейчас ну ка я попробую а горячая блин возьми полотенца да ладно все я надеюсь они увидели так ну что пробуешь да я так еще хочу это двинуть чтобы салатик усы видно у нас дверь открыта на балконе вроде нечеток вкусно как тебя горячо еще как бы вообще в принципе суммы сочетание грибы с курицей и сыром это вообще обалденно и с картошкой даже моё любимое сочетание это как жреха под сыром да только с мясом у нас так вот есть холодненьким салатиком вкусно обычно с фаршем делать запеканку а я просто курочку отварила раздергала не стала делать фарш короче заморачиваться и так дофига заморочек получилось воин только с тренировки пришел курочку кстати не отваривала когда варила а я кстати еще часть запарила он у меня запаривается он уже запарился но горячий с травками муравками короче сама собирала и бабушка бабушка дала бабушка мне дала мама когда я ездила вот за грибами а я их засушила и вот сейчас вот запариваю пьем как успокаивающего короче очень хорошо эти травы мелиса мята всем хочу сказать огромнейшее спасибо кто нас поддержал в telegram канале сообществе было очень много приятных слов соболезнований очень приятно спасибо вам большое просто огромнейшее огромнейшее спасибо конечно тяжело все это но как конечно не все на живот вообще говорит нему все мы не вечную все когда-нибудь там будем будем на тему ваня в лагерь съездил на две недели в этом году в прошлом году он был три недели из них он неделю конечно как вы помните заболел мы его домой забирали лечили потом обратно отправляли вот тогда он первый раз уезжал от меня и был один да ну так долго то что и как бы он не шибко был в восторге я так поняла в то от того года да а в этом году ему даже показалось мало расскажу ребятам при как-то летом в лагере как кормили чем занимались если попрошу потребовать 4 порциями давали еще добавок суба там у тебя бродики там кушал чаи у нас какао компотики кисель кося шикарно то вас меню было фрукты говорит были да и фрукты там яблочки и бананы соки апельсины апельсины там булочки пирожки короче очень много нова не всегда одной порции было мало всегда по две-три порции все так на меня с удивлением смотрели как я это все кушал между прочим он только худенький худенький приехал хотя ел очень много их там кормили очень много помимо завтрака обеда и ужина были полники вот в промежутках каждые три часа на скорме вставляется 34 а что вы там делали это как бы спортивный лагерь получается ну кто не знает у нас же есть еще новенькие подписчики тренировались там каждый день просыпаешься зарядка 2 а вы сколько вы просыпались по 8 это как в школу но вставать вообще не хотелось потому что тебя вот так ты спишь спокойненький хороший сон после тренировки а тебя потом так вот вставай вставай на тренировку тренировкой бесконечному бесконечно на вот зарядка закончилась там сначала на зарядке бегаем и три круга там по лесу бега знаешь где-то примерно вот как наш как наши два школьных поля вот примерно вот только вот мы бегали три круга в общем бегали играли в баскетбол а помимо этого у вас же счетом были какие-то участие мероприятиями да всякие разные вы там заняли еще как ты сказал второе место да ну так как ваня забрала пораньше связи со сложившейся ситуации ему по потомка на тренировке выдали подарок а в чем ты гамбол гамбол играли мы играли в пионер болт у нас тоже по моему второе место было а волейбол вообще две игры проиграли потом когда мы все две игры проиграли ягнаш научился это играть это вообще капец это вообще ужас что значит ужас не понравилось тебе или не научился и не то что после двух игр я научился играть я там уже с ромой тренируюсь я тренируюсь я бросаю уже 2 хорошо потом пацаны подходят и говорят уж у нас больше волейбола не будет вот так вот у нас здесь во дворце проводят тоже вот он ходит на бесплатно же баскетбол а можно еще записаться на волейбол так я вот ваня говорю иди на волейбол машуте с пятого класса ходила вообще не пропускала ни одной тренировки потом пошла в техникум техникум еще ходила занималась и очень нравится и на работе еще да и на работе вот а вот ваня вот как-то вот он не очень почему-то не шибко стремится стать волейболистом я говорю потому что рост высокий позволяет принципе почему бы нет чем вот это вот время занимать в телефоне и новое общение у тебя было бы еще команда 1 то есть еще новый круг общения вкусно боже мой круг общение при девочках почему там девочки же и мальчики там все заниматься разных команды кстати а волейбол играют на там сборной команды девочки и мальчики да и такое есть у нас по крайней мере слава богу только мальчики с девочками играть всегда их обыгрывать так взял случайно толкну все отлетела ответ ну так вот я случайно когда в гамбол играл на сразу же упала как только за и за мячом пошел это же игра а потом всем девушкам сели рассказала то что я и специально толкнул она хотела либо лиска ну вот ночью у нас тренер скидывала частенько видео как они там отдыхают чем они там занимаются отдыхаем играем а как мы тренируемся она не скидывает потому что она очень сильно вас там ругает но ваня в этот раз в восторге ему понравилось конечно в лагере говорит мало но как сказал я хочу попробовать в простой лагерь съездить не в не в спортивной водички то нету а вот там конвегурируешь так что вот приехал кстати он поехал же помните мы во влоге показывали тому во влоге что купили ему новые кроссовки и вот в этих кроссовках он там выходил сланцы порвал новые тоже кроссовки порвал одну ну да что такое то ё-моё а он приезжает домой мы поехали в магазин покупать ему новый раз эти порвали все входить не в чем мере он 43 размер маленький а маленький у него нога не залазит представляете мы перемирили все ну думали может пошив такое к у кроссов на те кто там по разным 2 2 от 43 бывают 44 бывает 42 нет мы все 43 во все виды кроссовок которые там были нам ни одни не подошли в итоге нам пришлось взять 44 размер и 44 размер оказался ему идеале поэтому у него кроссовки видимо в лагере и порвались у него именно в пальцах вместе пальцев вылазили наружу так что вот такая вот ерунда да моя нога росла не по дням а по часам там вообще что-то я не знаю спустя 13 лет ваня скоро день рождения сентябрь скоро у него же сентября день рождения спустя 13 лет пятидесятый это размер и сонни и сонки пункти анализу ты чё блин мы потом чё где будем искать такого размера нет это еще ладно мы тренировочные запасе ком купили ты представляешь маму нам же скачка называлась дядя ваня там такой большой 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 дядя был дядя стёпа дядя стёпа как дядя стёпа вырасту такое буду ходить в квартиру не буду помещаться ты запеканку больше не хочешь нравится а тебе понравилось он очень подостынет я вообще прямо горячая да лицо загорел а зеркало-то на себя давно уж не смотрела пью кстати газировку в колокольчик со вкусом колокольчика на свою денежку купил бабушки дали денежки да свое это когда заработала я у бабушки заработал любовью кстати у нас помните видео которое говорила наберет 3000 лайков мама при в гости с ними в шаурму она уже набрала 3000 лайков но я надеюсь вы понимаете да что сейчас пока такая ситуация ну в общем придется немножечко подождать попозже вот мы снимем обязательно но попозже сейчас пока не то состояние мамы чтобы видео сниматься она на то-то видео еле согласилась сколько лет уговаривала она это сейчас не знаю как уговорились у нее заставили и там сниматься все заставили я уговаривала нормально видео я получила блин такого вкусно блюдо получилось просто шикарно вообще просто шикарно получилось я настолько довольна это со своими то что еще грибочками ну получилось как будто бы они в сливочном соусе я их обжарила знаешь мама глаза вот все сами закрываются такой вкуснятины вот наелся вот сытно после сытного обеда по закону архимеда надо очень красиво поспать да как вкусно боже мой так что можно необязательно фарш делать можно просто курочку растрепать да да не очень понравилось это уже наелась готовила конечно я пара что-то очень долго все это деяние мне очень сильно он был бы нравился салатик и вот это блюдо ну я поэтому делаю этот салатик раз он тебе нравится нет мирами когда он чуть позастынет я вот попробую там мне кажется 100 процентов будет вкуснятина вкусняшка у него как чай пахнет вот этот чай пахнет так я его и насыпала сюда и чабрец с листом смородины я хотел там сказать то что я вот этот чай хочу сделать вообще обалденный чай это вообще просто отдельный вид искусства в общем дорогие друзья спасибо что вы нас поддержали еще раз хочу об этом сказать потому что это такое ценное слово поддержки когда люди поддерживают нас пишут комментариях мы вам очень сильно благодарны пока конечно видео не будут такие как раньше да но это надо время немножечко мы восстановимся потихоньку помаленьку не войдем наверно в обычный режим и вообще сначала не хотела снимать я думала все снимем видео что мы больше снимать не будет 555 раз ну а потом знаете сижу такая смотрю когда старые видео опять вообще давнишние которые до давнишние у нас там и дедушка есть на видео где-то надо поискать сейчас хочу посмотреть и живой пришел в огород вот помню ну и вообще это вот такая будет память это так классно снимать видео чтобы потом через там пять лет посмотреть какими мы были что было как бы я опять подумала подумала нет я еще пока поснимаю тем более у нас столько людей хороших которые пишут замечательные комментарии советы да очень советы истории свои когда-то там но это много можно сейчас об этом говорить поэтому потихоньку помаленьку будем восстанавливаться будем снимать пока не так как раньше по чуть-чуть входить обратно в режим вот надеемся на вашу поддержку в комментариях обязательно лайками и увидимся с вами на следующем видео всех любим целуем обнимаем и всем пока пока